А в студии уже есть гость, и я рад его представить. Яков Слуцкий, заведующий отделом межрегиональных связей и взаимодействия со СМИ Государственного бюджетного учреждения Республики Крым, Дом дружбы народов. Доброе утро. Не сложно ли было вам подняться в той ранний час и прийти к нам? Ну, я на работу приезжаю вообще-то к 7 утра, так что все в порядке, да. Ну, мы знаем, что скоро пройдет конференция. Расскажите нам, пожалуйста, что это за конференция? У нас Дом дружбы совместно с Госкомитетом по межнациональным отношениям, Крымский федеральный университет, вузы нашей республики, правосудие, прокуратуры России. Мы проводим ежегодную конференцию, посвященную Дню защитника Отечества и рассказываем те страницы историй, о которых мало написано. Это от наших интернационалистов, наших советских специалистов, которые выполняли свой долг за пределами Отечества. И, в частности, мы по тематике разбиваем это на несколько блоков. Это и Куба в этот раз будет в связи с тем, что у нас возникло общество здесь. Здесь Ирина Валерьевна Кивяко стала председателем, наш зампредседатель Совета Министров, стала председателем общества Россия-Куба, отделения российского здесь. И мы большой блок хотим посвятить Кубе и роли советских специалистов, которые работали с кубинцами. Не только, кстати, на Кубе, но и в Африке. Мне самому пришлось работать и в Сомали, и в Мозамбике вместе с кубинскими специалистами. А могли бы Вы два слова все-таки рассказать о том, какие же нововведения, что делали русские интернационалисты на Кубе? Вы знаете, ну, во-первых, это в самом начале, когда Куба получила независимость, в 60-е годы, наши советские специалисты помогали в первую очередь строить вооруженные силы Кубы. И когда мы потом встретились с ними уже в условиях Африки, Мозамбики, когда мы вместе с ними работали наши советники на уровне бригад, а кубинцы на уровне командиров РОД, мы также тогда выстраивали вооруженные силы этой 75-го года, когда Мозамбик получил независимость. И тогда кубинцы и говорили нам, как мы понимаем вас, дорогие наши советские специалисты, как вам было тяжело с нами работать. Теперь мы понимаем, потому что те бывшие партизаны, из партизан нужно было сделать регулярные войска. То есть это уже была государственная система вооруженных сил Мозамбика. И с 75-го года наши советские специалисты работали там для того, чтобы создать полномасштабную нормальную армию этой страны. Потому что она была окружена в то время и Родезией, и ЮАР, постоянные вылазки командос и спецназа Родезии. Кстати, на этой конференции, которая у нас будет, мы хотим рассказать об одном из эпизодов, который совершенно недавно, как открылся в результате журналистского расследования. Это гибель нашего военного переводчика Дмитрия Чижова в 79-м году вместе с пятью еще советскими специалистами на территории Мозамбика. Мы считали, что, ну и все думали, что это, так сказать, результат нападения повстанцев. Но оказывается, что это был первый акт войны между СССР и Родезией. Потому что погибли они в результате диверсионной операции спецназа Родезии, САС. И вот только в 2000 году открылись эти документы, и наши журналисты, где-то фильм был снят в 2018 году, показали этих САСовцев, уже пожилых людей, спецназовцев, которые именно осуществили эту операцию. И что самое потрясающее было, что по телефонной связи мама Дмитрия Чижова, этого переводчика, она, ну, скажем так, простила этих ребят, потому что, ну, это уже пожилые люди были, и они, собственно, выполняли свою задачу, свой долг. Вот в то время никто, так сказать, не думал о том, кто это, и противник ли это. Ну, да, это был противник, и они выполняли свою миссию в то время. Но это был вот первый акт войны, так сказать, в котором, как оказалось, участвовала СССР и Родезия. И вот в рамках этой конференции мы хотим показать часть этого документального фильма и рассказать о истории вот этой малоизвестной войны, которая вели, ну, в которой были вовлечены наши советские специалисты в те времена. Удивительнее всего, вы знаете, буквально вот в это воскресенье я читал огромную статью, посвященную Южной Родезии и как она стала Зимбабве. И как раз о советских конфликтах там ни слова не сказано. Совершенно верно, потому что официально наши советские специалисты, мы не говорим не только ведь о военных, там были и врачи, и учителя, и геологи, что самое интересное, и геологи. Наши геологи попадали в плен повстанцам, и об этом тоже никто не говорил, потому что официально не было войны, не было военных действий, и нашим военным даже специалистам запрещали участвовать в любых каких-то конфликтах. Но приходилось, и тогда, ну, скажем так, награда, это понятно уже в СССР, а выезд из страны в 24 часа. То есть, если про Афганистан все знали, и про Анголу тоже эта война была. Кстати, в Анголе воевали наши советские специалисты вместе с кубинцами. Опять же, это эпизод тоже истории. Ну, то есть, еще предстоит очень много, я думаю, страниц этой истории, и той вот истории СССР, которая была в Африке. Потому что, даже участвуя в Конгрессе недавно, Россия-Африка, я посмотрел на, насколько большой интерес сегодня вызывает у африканских стран возможность сотрудничества с Россией. И перспективы для Крыма, опять же, очень серьезные, потому что, если многие страны объявили нам санкции, то африканские страны готовы сотрудничать с Крымом. В результате двухчасовых переговоров с Кенией нам предложили Крыму официально, пожалуйста, приезжайте, и мы готовы подписывать соглашение и договора о сотрудничестве. Говоря об этой конференции, кто примет в ней участие? В этой конференции будет принимать участие Госсовет, это Комитет по народной дипломатии Юрий Константинович Гемпель, это Ирина Валерья-Накивико, зампредседателя Совета Министров, председатель Общества Дружбы Куба Россия. Это будут вузы, высшеучебные заведения, это будет Крымский федеральный университет, университет правосудия и прокуратуры, ну и другие все, мы делаем это для молодежи в первую очередь. Ну и давайте проанонсируем, какого числа и во сколько она пройдет, конференция? Конференция будет 20 числа, с двух до четырех, в здании Крымского федерального университета, в диссертационном зале, пока это место. Возможно, какие-то изменения, но это уже, так сказать, мы сообщим. Правильно ли мы понимаем, что вход свободен, и каждый может прийти? Абсолютно, да, конечно. Это уже у нас традиционно третья конференция. Яков Семенович, большое вам спасибо, что вы посетили наш эфир, что рассказали столько интересного. Напоминаю, в гостях у нас Яков Слуцкий, заведующий отделом межрегиональных связей и взаимодействия со СМИ Государственного бюджетного учреждения Республики Крым, Дом дружбы народов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!